Ла-ла-ла, 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 веселый поросенок прощается с нами и скоро передаст бразды правления крысе. Интернет пестрит роликами о подготовке к коронации будущей правительницы. На всякий случай, кроме белых и металлических, отмываются все и черные и рыжие. Кстати, церемония вступления крыс в права состоится не 31 декабря, как многие думают, а 25 января. Так что времени на то, чтобы навести красоту, у крысы еще есть. Умная и хитра настолько, что самого Буду обманула и стала первой в 12-летнем астрологическом цикле. Многие ее побаиваются, а вот те, кто общается с ними каждый день, утверждают, что нет добрее существа. Крыса самый дружелюбный, интеллигентный зверек. Я бы сказала, что зверек – компаньон, животное-компаньон. И очень подходит одиноким людям, детям, чтобы дети приучались к дружбе с животными, к заботе о животных. И интеллект у крыс наравне с кошкой и собакой. То есть подают сеть дрессировки, отзывается на имя и становится очень преданным хозяину. В России год крысы чаще называют годом мыши. С другой стороны, они же родственники. У нас девочка-мальчик Микки и Маус, которые охотно играют, дети с ними. Также удовольствие на все сто для детей. Нервы успокаивают точно. Вот, например, если я руку подаю, когда кормить, они меня не боятся. Они уже могут на ладонь сесть, а вот если кто-то другой подходит, все исчезает моментально. Ратиста крыс на латинском величают. Она настоящий феномен. Может прыгнуть в высоту на 80 сантиметров и зарыться на землю в метр. Переплыть километровую реку. Скорость ее бега до 10 километров в час. А сила удара крысиных челюстей равняется 12 тоннам на 2,5 квадратных сантиметра. Кроме нее такая сила лишь у акулы. Специально для домашнего содержания в качестве семейного любимчика крыс стали разводить в 19 веке. Ну, когда крыса живет с человеком, человек же ее воспитывает, она привыкает к человеку. И становится очень даже бескорыстной. На праздничный новогодний стол непременно поставьте тарелочку с морковкой или порезанными яблочками. Можно пророщенное зерном. В приметы, конечно, можно верить, а можно не верить, но на всякий случай не помешает. А еще будьте веселы и встречайте Новый год в окружении близких и друзей. Со мной мои друзья, и песенка моя, со мной мои друзья, и песенка, и песенка моя.